Три дня в спортивном комплексе благотворительного фонда «Ярдан-Помощь» проходили матчи по футболу на электроколясках в рамках всероссийских соревнований «Стальная воля» среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Многие из участников впервые сели на эти коляски, да и правила игры осваивали уже в ходе соревнований. И тем не менее, за три дня новички научились многому и полны желания играть в футбол и дальше. Да, есть большое желание заниматься этим спортом. По приезду приехать в свой город и найти игроков. И вот это все у нас также в городе не устроить, а организовать, можно сказать. И чтобы у нас тоже играли. И очень интересная игра. Нам понравилось. Очень понравилось. Вообще очень хотим, конечно, развивать. В нашем регионе тоже. Перспективы есть. Каждым днем игра была все лучше и лучше. То есть были уверены, играли в нападении, играли уже лучше, уже чувствовали, меньше врезались. Вот. Было меньше уже, как бы, нарушений. Вот. И со стороны это было видно. Даже вот организаторам мы сегодня играли первую игру самыми сильными, Санкт-Петербургом. Сыграли, в принципе, 2-0, проиграли. Ну, это в первый день было намного хуже. Вот. То, что мне обидно было проиграть сильнейшим. И, я бы сказала, не такой уж позорный счет был. Новая команда тоже сели недавно в колясках. Мы уже второй, третий день. И мы уже, как бы, привыкли. Уже начинают играть. Ну, более-менее хорошо. Сегодня уже третий день. Мы сыграли 3-3 с командой. И для меня это большой стимул развивать. Развиваться в этом дальше. Вот. Первая команда в России по этому виду спорта Паралимпик из Санкт-Петербурга стала победителем в соревновании. На втором месте Ладога и Всеволожско-Ленинградской области. На третьем – Москвичи. Команда Казани заняла пятое место, опередив девушек из Самары и уступив сборной, составленной из жителей Уфы, Ульяновска и Казани. Я считаю, что это большая сборная семья. Футбольная семья. Я всех от души благодарю и желаю вам больших успехов и, конечно, что победу. Победу, чтобы у вас было. Давайте футболу залезь, руководство, скажем ГИБГИП УРАС! ГИБГИП УРАС сегодня звучало не только в адрес организаторов и команд, но и в адрес фонда «Ердан-Помощь», который и кормил обедом участников соревнований и, главное, предоставил площадку для их проведения. Поедут в вашем фонде и дали нам шикарный просто зал. Нас боятся многие запускать электроколяску, а вы не побоялись? Голос сорвало уже без микрофона. Благодарю вас! Приветствую участников соревнований, вице-президент фонда «Ердан-Помощь» Маляка Гелимудинова выразил восхищение их игрой и силой духа. Одна из главных задач соревнований – популяризация среди россиян с ограниченными возможностями здоровья нового для них вида спорта. Получит ли он распространение? Покажет время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова